ну что ж добрый вечер раз уж пришло наше время и нам пора и так сегодня наша традиционная уже теперь пятница 19 часов лондонского 21 киева 21 москвы мы с вами лариса анатольевна привет антон и мы с вами находимся в теме три уровня роста доходов напоминаю у нас там было старт разгон стабилизации уход в отрыв мы с вами занимаемся преимущественно уходом в отрыв то есть второй фазы и там внутри вот этого всего когда мы начали разбираться то мы нарвались руслан привет то мы нарвались на первое свойство негативного мировоззрения мы сказали существует мировоззрение от которого зависит то как вы стабилизируете уходите в разгон и стабилизируете свой бизнес фактически его систематизируете по большому счету и мы сказали что это происходит исходя из того что вы накладываете свое мировоззрение на то как вы организуйте свои процессы еще процессы которые вы организуете они организовываются в соответствии с вашим мировоззрением и мы начали рассматривать мировоззрение разделили на позитивное негативное и сказали что смотреть будем на негативном потому что на него виднее негативный это герой всегда шлярче и поэтому мне мы посмотрели уже первое свойство неаддитивное сложение потом мы посмотрели второе свойство это было дикция то есть зависимость потом мы посмотрели на третье свойство это было тексатроп насти и апексии потом мы залезли в четвертое свойство она там была прилипчивость такая вся прямо и рассмотрелись сексуальность притягательность и там же мы посмотрели на эротизм и красоту и мы точно теперь уже знаем совершенно добрый вечер и мы уже точно знаем марат привет иринатальна привет и мы уже точно с вами знаем что там внутри в этом негативном мировоззрении она есть у каждого не отвертешься и она значительно вкуснее позитив и поэтому мы начали рассматривать 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 зашли в понятие что такое инфантильность показали инфантильность анжелика логина добрый вечер посмотрели чем инфантильность отличается от взрослых и взрослых и зрелости посмотрели на искажения посмотрели как мы делим на хороших и плохих людей кто наша стая то наши значит свои люди и чужие люди посмотрели на понятие живой и мертвой воды и всякие на когости прошлый раз мы даже посмотрели чего такое бескорыстная вот такая взаимная сегодня мы движемся дальше так вот кстати некоторые домашние задания по диапазонам сочетаний которые были сделаны просто браво очень хорошо добротно и сегодня движемся из этой точки кто выдумал но несправедливость оказалась многолитой неравнодушные люди это собственно самые несправедливые люди на земле человек приходит и своим вниманием привносит в мир несправедливость люди в мир несправедливость приносят в себе чтобы выплеснув ее наружу иметь с ней дело сережа добрович и любовь и здоровье это собственно был от марата вопрос ну типа чё ж это такое здоровье ничего просто так то есть вы ничего не чувствуете внутри внимание ищет усиленно хоть бы за что-то зацепиться за какое-то ощущение и переживания ничего не происходит и каждый человек в этот мир собственно привносит несправедливость с собой человек носит несправедливость в себе и каждый раз пытается ее применить там где он находится как бы выплеснуть несправедливость наружу себя и собственно идея о том что типа моя несправедливость и минус на минус да и внешняя несправедливость которой я борюсь дадут плюс не срабатывает минусы просто складываются увеличиваются в объеме и в конце лифтам концентрация мол я вижу несправедливость есть не согласен не поступают на борьбу с несправедливостью это и есть когда происходит сложение несправедливости и она увеличивает их количество как снаружи человека таким внутри получается несправедливость множится активностью борьбы с ним получается такой условный цук цванг когда любое действие, любой ход только ухудшает положение того, кто действует. И даже замереть и ничего не делать делает ситуацию все равно хуже. Не делать вы не можете. Не бороться с несправедливостью вы не можете. Не нести в себе несправедливость вы не можете. Любая активность будет множить несправедливость. Борьба с несправедливостью будет увеличивать ее количество. Отказ от активности будет накапливать несправедливость что бы вы не делали это будет несправедливо борьба с несправедливостью снаружи себя увеличит количество этой несправедливости не принести внутри себя несправедливость везде где вы приходите вы не можете человек делится со всеми своей личной несправедливостью и борется с ней уже в других тех людях воин и может быть ее просто узнать надо было бы поближе рассмотреть познакомиться с ней разузнать о ней побольше она ведь давно уже живет идеи быть постигнуты так уж случилось что гармония мира и собственно гомеостазис мира и с равновесия они поддерживаются одновременным разнообразием одновременной несправедливости всех каждый несправедлив по-своему а собравшись вместе появилась равновесия каждый хотел реализовать свое представление о несправедливости и эти активности и представления в чем-то сложились в чем-то вычлась взаимно компенсировались чем-то разделились распались в чем-то увеличились и приумножились. Но в целом эта хаотическая модель представления о мире вдруг взяла и осталась относительно стабильном равновесии. И всем вроде нормально. Несправедливость мира, она позволяет находить своих людей в этом мире. Именно она, несправедливость мира, позволяет людям быть счастливыми. Если бы все было бесконечно справедливо, счастье было бы. Но возможно. Счастье само по себе несправедливо. Но именно лона несправедливости рождает счастье. Разве может быть что-то несправедливее, чем, не знаю, неопределенность? Если вы не знаете будущего, это же полная неопределенность. Возможно, счастье возникает именно вот из этой точки. Вы можете быть счастливым только при условии, что мир несправедлив. То есть неопределенность. Счастье никак не связано с вашими достижениями. Идея преимуществ, как идея недостатков, это интерпретация возникшей новизны. Если бы мир был полностью предсказуем, вы бы сошли с ума очень быстро. Страх в непредсказуемости. Радость в непредсказуемости. Счастье, это собственно композиция страха и радости. Развитие было придумано лишь для того, чтобы было интересно. Развитие нужно, чтобы просто не сойти с ума от скуки. И когда вы куда-то приходите, вы туда приносите себя. И то, что вы с собой приносите, это несправедливость ради равновесия. Равновесие это максимальное разнообразие несправедливости. Такое скопление несправедливости рождает это равновесие. Именно поэтому, когда вы что-то делаете, не рассчитывайте на благодарность. Добрыми люди могут быть, а благодарные встречаются? Ну, очень редко. Ибо неравнодушные люди редко благодарны. Люди страстные, люди эмоциональные, чаще всего имеют просто короткий горизонт благодарности. Жажда эмоций, жажда переживаний, жажда новых мыслей, жажда новых открытий, новых достижений делает человека голодным. Вечно голодные люди обычно не испытывают благодарности к той еде, которую они съели так недавно. Черт, не знаю, всего лишь вчера. Пережеванное уже не вкусно, а переваренное уже дурно пахнет. Покидая вас, уже теперь бывшая еда не ждет от вас благодарности. Неравнодушие рулит память. То, что важно было раньше, дух перестает таковым быть. И человек становится неблагодарным. Быть неблагодарным – это природно. Быть благодарным – это уже трудно. Быть добрым человеком – это трудно. А не заморачиваться по поводу доброты – это природно. Если вы делаете в соответствии со своими убеждениями и целями, вы уже для себя правы и значит несправедливы. Человеку, который поступает в соответствии со своими убеждениями и целями, благодарности уже не нуждается. Тот, кто живет собой из себя и к себе – это наименьший эгоцентрик и у него лучший разумный эгоизм. Тот, кто живет своими убеждениями и ценностями – это самый несправедливый человек на земле. Тому, кто искренне живет своими целями, в благодарности людей уже не нуждается. Несправедливость мира заключается в благодарности людей. И именно это делает счастье возможным. Когда благодарность подменяется добротой – это попытка найти счастье, хоть какое-нибудь. Потом доброта распадается на поиск личной благодати и поиск справедливости. Когда ситуация докатилась до поиска справедливости и благодати – все уже плохо. Иерархия простая. Сначала отказ от поиска справедливости. Потом отказ от личной благодати. Потом отказ от необходимости доброты для достижения счастья. Потом счастье. Потом несправедливость. Потом благодарность. За просто так. За воздух. За дыхание. за жизнь, за все с вами сделанное, оно несправедливо и оно сделано, потому что вам не все равно. И пока вы будете чувствовать боль, вам не будет все равно. И значит вы будете предвзяты и страстны, а значит несправедливы. Вы сможете чувствовать удовольствие, и это не сделает вас счастливее. Даже удовлетворение, даже наслаждение не сделает. Вы сможете чувствовать удовольствие только в дуэте, если чувствуете боль. И избавление тоже в дуэте, в месте жизни. Пока вы можете чувствовать, вы можете быть счастливы. Пока вы чувствуете, вам не все равно. Неравнодушие рождает несправедливость, предвзятость в любую сторону. И это уже искажение видимого, видящего. Несправедливость это основа неблагодарности. Верное и обратное. Неблагодарность это основа несправедливости. Помощь другому или благодарность. А теперь представьте себе, что тот, кому вы помогли, ну или там помогали, оказался неравнодушным человеком. Он чувствовал боль. Вы сочувствовали ему. Вам хотелось восстановить попранную справедливость. И вы сделали это. Справедливость. Так как вы ее понимаете. Ура! Восторжествовало. Он перестал чувствовать боль. Ему стало легче. И в этот момент он начал переставать быть к вам благодарным. И это норма человека. Оставаться вечно благодарным. Это уже такая вот сверхценная идея от аддикции. Вы можете попросить человека оставаться добрым и рациональным. Добрым и разумным. Добрым и здравым. Он все равно будет утрачивать возможность быть благодарным. И это нормально. Ибо фасеточная память будет обслуживать его текущие планы, интересы и цели. Память, она во-первых тематическая, то есть избирательная. Во-вторых, она мозаичная, то есть фасеточная. А в-третьих, она непредсказуемая. То есть ваша память в любом случае окажется полезной. Какой бы она ни была. Но ваша помощь не останется безнаказанной. Вам вернется все, что вы совершили. Но уже теперь в возвращенной форме. Понятно, что когда вы делали, вы хотели как лучше. Но как лучше не совсем получилось, а получилось чуть-чуть иначе, чем вы предполагали. Вот это иначе и будет поставлено вам в вину. Никакое добро не оказывается безнаказанным. Всякое деяние имеет воздаяние в виде последствий. И счастье, если человек кажется всего лишь добрый. Ибо тогда он будет неравнодушным. А значит несправедливый. И значит не обязательно возвращающий вам в ваше. И это будет счастье. Избежать ответственности за содеянное доброе дело, это очень большая удача и счастье. А то, что люди неблагодарны, так это нормально. Ибо вы неблагодарны даже по отношению к себе. Быть хотя бы добрым и неблагодарным, это вполне норма умных людей, которые не ждут отдачи на вложеное. И самое смешное, что благодарными больше и чаще оказываются чужие люди и даже чуждые. Свои оказываются благодарными в самую последнюю очередь. Им-то что? Свои же. Вам может человек не нравиться, но наиболее высокая вероятность, что именно он окажется наиболее благодарным по отношению к вам. Самая высокая. Никакой добротой, удовольствиями, благими намерениями вы не задобрите того, кто уже воспользовался вами добровольно предоставленной добротой. Важный момент. Сделанное добро не оборачивается благодарностью. Добро делает в пустоту, в пространство. И там, где черным-черным-черным-черном, вот оттуда благодарность приходит. Когда ее никто не ждал. Ну так, по большому счету. Надежды уже давно не было. А то, откуда благодарность должна была бы прийти наиболее вероятно, вот оттуда она или вообще не приходит, или приходит в последнюю очередь. Неблагодарность – это самая распространенная практика. А самые неблагодарные люди – добрые люди. А теперь трагедия, трагедия. Делатели добра – это самые агрессивные люди. Их цель – поделиться с вами своим мировоззрением. Заражение другого человека своим мировоззрением. И является наиболее важной и нужной эволюционной задачей человека. Побеждают не на поле брони, а в отношении к творящему. Отношением к содеянному. Отношением к планирую. То есть отношение торит дорогу. Мы вниманием ударяем в действительность. И собственным предотношением формируем свою реальность. Точка зрения меняет мир. Способ видеть, интерпретировать и относиться к миру создает, собственно, ваш личный мир. И в этом смысле негативное мировоззрение – это самая ядовитая и прилечивая форма. Вирус, если хотите. И делатели добра – это, собственно, переносчики этого ни разу не доброго вируса. Вот такой вот парадокс. Вирус добра – это самый недобрый вирус. Самая благодатная почва для распространения вируса добра – сопереживание, сочувствие, особенно сожаление. Делатели добра – их благими намерениями происходят самые страшные вещи. Они мобилизуют всех остальных вокруг себя на свои цели. Ради добра и справедливости, как они ее для себя понимают. То есть торжество частного понимания справедливости – это и есть наивысшая несправедливость. И, ну, казалось бы, ну, волонтерские начала, ну, идея же такая красивая, ну, помочь человек хочет искренне. Но нет. Кина итоговой доброты не будет. Итоговой доброты не бывает, как и не бывает итоговой справедливости. Никто, кому вы сделали добро, не должен вам ровным счетом ничего. Добро вознаграждается болью. И слава Богу, возможно, ничем не вознаграждается. Не ждать благодарности – это, собственно, самая дальновидная стратегия. И в тактическом плане лучше всего не ввязываться в делание добра. Не делайте добра без запроса. Это, в общем-то, это, наверное, самая тяжелая садхана на всей земле. Вы хотите вот духовную практику? Вот она. Не делайте добра без запроса. Вас лично не просили? Ну, вот и не лезьте. Попросили? Ну, вот тогда и решайте для себя. Быть нужным людям – это вот не есть обязательно делать им добро. Идея о делании добра, как о событиях, улучшающих карму – это и есть самое негативное мировоззрение в его активной фазе. Негативное мировоззрение вирусом добра встраивается в психику. И дальше уже все. Привет, родители, пиши про папу. Хотите делать добро? Начните с разговора с получателем. Хотите делать добро? Уходите с места действия неузнанными. В прошлом выпуске, вот как раз здесь возникло, на этой точке, у нас домашнее задание. То есть мы тогда рассматривали, было четыре варианта диапазона сочетания с людьми, которые есть в вашей жизни. И надо было описать свойства четырех вот этих сочетаний диапазонов, которые исторически сложились именно в вашей жизни. И тогда мы сказали, что если сочетание диапазонов, значит, есть и реакция на эти сочетания, ну, там, или наоборот, на несочетание диапазонов. И в прошлом же выпуске было сказано, что если вы хотите узнать, с кем у вас выше шанса на взаимную и бескорыстную любовь, так вот, те, с кем у вас совпадает чувство юмора. Когда вы хохочете на одни и те же темы и по одним и тем же поводам при наличии симбиоза, взаимная и бескорыстная любовь будет. Да, не сто процентов, но вероятность примерно девяносто девять. Чувство юмора заближает и притягивает людей, а уже симбиоз удерживает. Чувство юмора это магнит, а симбиоз это клей. Вот, собственно, и весь секрет взаимной бескорости. А теперь, собственно, реакция на разные сочетания этих диапазонов. Вы будете автоматически хотеть превосходить всех, с кем будете иметь дело. Это природное явление, это ваш автоматизм. Вы природно будете чувствовать фальшь сразу. Вы природно будете чувствовать уязвимость другого человека. Вопрос в том, как вы будете взаимодействовать, или как вы будете воздействовать, наверное, на открывшуюся брешь в человеке, которую вы получили. Потому что взаимодействие возникнет после того, как вы повоздействовали. Вы будете троллить человека за нечувствительность? Или вы будете троллить за сверхчувствительность? Или вам будет все равно, вы все равно будете высказывать свое восприятие того, что вы видите? Ваше восприятие будет продиктовано вашим отношением, точнее предотношением. И ваше восприятие сформирует ваше итоговое отношение. Вы автоматически регистрируете внутри себя все неточности другого человека, уязвимости, ваши превосходства и пустоты. И вы автоматически будете пытаться им управлять, тем другим, выбирая каждый раз или негативное подкрепление, или позитивное. Возможно, может показаться, что негативное мировоззрение чаще использует негативное подкрепление. Но это не так. Негативное мировоззрение чаще использует позитивное подкрепление. Особенно, рядясь в одежде доброты и благодати. Вам всегда сначала пообещают помощь. Или для начала вам сделают больно, навяжут проблему, а потом предложат ее решение. И это основа для вторжения в другого человека. Это называется продажа. Каким бы ни был бы соус, цель одна. Мягкое проникновение. Ну или жесткое. Все зависит от того, нужно ли сохранить отношения надолго, или ими можно пожертвовать беспосредственно. И в этом ничего плохого нет. Все и хорошее, и плохое проникает в вас именно на мотиве несогласия с тем, что есть. Именно поэтому вы будете все равно давать реакцию на человека. И в львиной доле случаев это будет ваш автоматизм. Вы будете недовольны, что человек, не знаю, деревянный или не реагирует. Или вы будете недовольны, что человек, не знаю, оранжерейный и какой-нибудь ранимый. У вас есть своя частота жизни. Вы живете и существуете на определенных частотах. Другой человек, даже может быть не настолько чужой, тоже живет и существует на своих частотах. Вы слышите или не слышите друг друга? Не из-за громкости, а из-за разных частот у вас. И здесь снова возникает домашнее задание. Пожалуйста, опишите типичные реакции на каждую из четырех вариантов сочетания. То есть, каковы будут ваши реакции? Помните, да? У нас совпадение больше 50%, совпадение меньше 50%. Потом у нас было касание, а потом у нас был полный разрыв. Вот опишите вашу реакцию, когда, не знаю, люди вас слышат или понимают великолепно. Внимание! Деревянный или тепличный, он только для вас, ибо вы собой меряете. Но критичным моментом является не то, какое меру меряете, а то, как меряете. И как регистрируете эти отклонения, то есть, наверное, даже как реагируете на эти отличия. И ужас ведь в том, что одному дается на уровне дыхания, на это другой жизнь положат, и сотой доли не достигнет того, что постигают люди с предрасположенностью. И весь секрет счастья в том, что каждому дано, но всем по-разному. И очень не одинаково, и очень в чем-то своем. И на сегодня я говорю, так, стоп, надо добрый вечер говорить, а уже потом говорить, что у Рабиновича тоже близкостью. А, вот вопрос есть от Марата. Сейчас, Марат, секундочку. Так, Игореша, добрый вечер. Женечке, добрый вечер, если она рядом. Олега, добрый вечер. Александр Алексеевич, привет. Нет, а близким и не надо. Вот и пусть их угораздило быть близкими. Вот пусть теперь мучаются. Так, Леночка, добрый вечер. Марат, вопрос. Благодарность, а близких мы ждем в их поведении к нам. А чужих достаточно и спасибо. Когда свои говорят спасибо, создается впечатление, что они уже не считают тебя своим, и тоже не совсем приятно. Почти идеально. Вот уложил почти в десятку десятки. Так и есть. Вопрос в том, понимаете, Марат. Мы не только присутствуем друг к другу не одинаково, а мы еще и в зацеп входим друг с другом очень сильно не одинаково. То есть у нас получается, что те, кого мы называем своими, это в общем-то совокупно такая среднеарифметическая, что по большинству там, допустим, критически важных параметров мы совпадаем. А все остальные не принимаются. И поэтому вы можете от одного и того же, на самом деле, свой человек, чужой или чуждый, каждый. Вопрос только в чем? И поэтому, когда вы знаете в чем, у вас все получается. Все. Итак, были гости у Рубиновича, но у него уже темно. И поэтому будьте вам здоровы. Встречаемся через недельку.